Привет, друзья! Привет! С вами Макс. С вами Юля. И в этом влоге для изучения русского языка вы узнаете, как мы с Юлей почти случайно арендовали автомобиль в Сербии и поехали в один город, о котором мы почти ничего не знали. Вот так выглядит машина, которую мы взяли. Было много сложностей, потому что я никогда не водил такой автомобиль, и я никогда не ездил с автоматической коробкой передач. Но, тем не менее, мы справились, и мы приехали в город, который называется Крагуевац. Мы взяли автомобиль в прокат или мы арендовали автомобиль. Это первый мой опыт аренды автомобиля, и, честно говоря, я никогда не ездил в таком автомобиле. Это Вольксваген. Я даже не знаю, какой точно. Гольф. Да, гольф, но какой я не знаю. В общем, это мой первый опыт. Я не понимаю, что здесь нужно делать. Я никогда не ездил на коробке автомат. Как тут начать движение? Как что делать? Как включить кондиционер здесь? Потому что жарко. Надо разобраться сначала, как включить кондиционер. Мама дорогая. Так, а вот, наверное, вот здесь. О, 21 градус. Отлично. То есть, можно сделать... Это типа климат-контроль, что ли? Или как? А это что? О! Блин, чувствуешь себя как древний пещерный человек. Ладно. Окей. Проблема в том, что я не вижу, куда здесь поставить навигатор. Потому что, ну, здесь нет специального крепления для телефона. Поэтому я не могу ехать без навигатора. Я не могу здесь ехать без навигатора, потому что я не знаю город. Поэтому мне нужен... Ой, ёкарный бабай! Я разлил воду! Ах! Злость! Я... О, ёптить! А это что такое? Так, это какой-то паркинг... Блин, а что это? Блин, что я нажал?! Теперь я смогу вообще ехать-то? Короче, да, это интересный опыт, конечно. Сейчас мы будем пробовать ехать. Вот. Нажимаем. Машина едет! Вот это чудеса! Ничего себе! Крагуевац город очень старый. Ему более 500 лет. Это прям классно! И это бывшая столица Сербии. Когда Сербия освободилась от владычества турков в девятнадцатом веке, этот город стал столицей. Сербии. И это видно. Этот город пронизан культурой, театрами, музеями, красивой архитектурой. Кстати, город называется Крагуевац не просто так. Крагуй — это такая большая хищная птица. И раньше её использовали на охоте. Охота здесь была довольно популярна, потому что этот край покрыт лесами, и тут много гор. И Крагуй сейчас изображён на гербе города. Фух! Мы всё-таки смогли разобраться с машиной, понять, как она едет. Оказывается, автоматическая коробка передач — это так удобно! Вот. Мы выехали из Белграда, и сейчас едем в сторону города, который мы всё время забываем, как называется. Крагуевац. Что-то такое. В общем, это, как мы узнали, бывшая столица Сербии. И нам очень интересно посмотреть, как выглядит этот город. Ну, а пока мы едем вот по таким красивым местам. Мы приехали в этот город. Как он называется? Крагуевац. Крагуевац. Кажется. Да, мы не знаем, куда ставится ударение. Поэтому... О, кстати, смотрите, что мы видим... Кого мы видим в Крагуевце? Это Фёдор Михалыч. Мы доехали классно. Мне понравилось водить машину с автоматической коробкой передач. Это очень прикольно. Правда, был один нюанс. Два раза. Я пытался нажать сцепление и нажимал резко тормоз во время движения. И мы резко очень останавливались. Это было прям страшно. Потому что сцепления нет, да? Да, потому что сцепления нет, и я нажимал тормоз вместо сцепления. Сейчас мы заселимся в отель, погуляем по этому милому городу. Вот, посмотрите, как он выглядит. Более-менее так вот. Видите, улочки всякие, маленькие такие. Парк, ну, вернее, сквер, да, такой вот небольшой скверик. А вот там какая-то улица с барами, с кафешками. Так что мы сейчас заселимся в отель и пойдем что-нибудь выпьем и съедим. Вот он наш отель. Отель Король. Король! Так, отель Король. Ого, дверь сама открылась. Юля не трогала, она сама открылась. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Юля, я барана... Две особи. Две. Смотрим нокет. Юля, сложно тебе говорить по-сербски? Говорить сложно, понимать несложно. Ты все поняла, что сказала тебе девушка на ресепшене? На 85% был один вопрос, который я не поняла. Она спрашивала, мы здесь уже были или мы первый раз, а все остальное все понятно. Мы сидели в отеле и я услышал какие-то знакомые звуки. Это электрогитара, Юля, пошли на звук электрогитары и это действительно была электрогитара. Здесь поставили сцену, я не знаю что это, но это какая-то большая сцена на площади, в городе и кажется, что здесь будет какой-то концерт. Я надеюсь, что сегодня выглядит, конечно, внушительно. Я не знаю, можно ли туда пройти и посмотреть. Вот эти ребята там стоят и пробуют, как это называется, саундчек. Они саундчекаются, в общем, налаживают звук. В общем, друзья, это просто охренительно. Что бы вы думали, мы приехали в этот город, мы вообще ничего не знали, что здесь будет и так далее. И выясняется, что вчера здесь был огромный концерт, пришло 30 тысяч человек на той сцене. И сегодня, вроде как, будет продолжение, продолжение этого концерта. А концерт это не простой, это концерт в честь праздника, который называется Данграда. Вы можете угадать, как это переводится на русский язык? Данграда. Да. Конечно же, это День города. День Града, День города. Получается, они День города отмечают целые выходные. Это два дня с рок-концерта. Это просто, блин, я уже люблю этот город. Хорошее место какое. Вот началась прекрасная историческая часть города. Как жалко, что мы так мало еще знаем о городах, вообще о Сербии, но я надеюсь, что нам удастся узнать больше. Посмотрите, какие старые-старые дома. Так, 1800, по-моему, девяносто восьмой год, да, Юля, там написано? В общем, этот дом построен еще в девятнадцатом веке. Девятнадцатый век, Карл. Девятнадцатый век. Очень прикольно. Очень мне нравятся такие старые улочки. Очень уютно, очень красиво. Сегодня, правда, немножко ветрено, видите? Надеюсь, что это не повлияет на качество звука, потому что у меня сегодня нет микрофона. Я записываю прямо с камеры. А еще, Юля, ты заметила, что здесь много... Очень много секонд-хендов. Очень много. Ну, это, на самом деле, приятная новость. Мы любим покупать вещи в секонд-хендах. Но тут только прямо много. И на каждом шагу мы идем двадцать минут. Я видела уже четыре. А на тебе сейчас что-то есть из секонд-хенда? Вот сейчас нет. Нету? Абсолютно ничего? Нет, ничего. А на тебе наверняка есть, да? А на мне футболка. Вот, эту футболку я купил в секонд-хенде. Хе-хей! Ух ты, смотри, какие там красивые, интересные вещи. Что это? Это тельняшка. Тельняшка? Да, она классная. Я тоже нашел тельняшку. Смотри, какая классная. Уху! Хе-хе-хе. Да, неплохо. Мы ничего не нашли. Нет, я передумала. Я пойду и вам куплю. Серьезно? Женщины. 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 Она его реально сейчас купит. Капец. И она реально его купила. Господи. Юля, что ты купила? Я купила платье. Оно стоило дешевле, чем кофе в Старбаксе. Платье дешевле, чем кофе в Старбаксе. Так, давай разбираться. Смотри, значит, есть платье в цветочек, как вот это, например, да? Здесь цветочки. Мы говорим, платье в цветочек. Есть платье, например, в горошинку, если точки, да, как у леопарда. А у тебя платье какое? У меня платье в узорчик из мелкой жопки зайчика. Это платье в жопку зайчика. Его невозможно было там оставить. Ну как? Оно там висело такое одинокое. Пускай со мной поедет. Сколько оно стоило? Двести пятьдесят динар. Сколько это в евро? Евро? Два с половиной. Два евро. Два евро. Два с небольшим. Да. Офигеть. Поздравляю с покупкой. Есть чем идти на рок-концерт сегодня. Ты пойдешь в нем на сегодняшний рок-концерт? Ну, если не будет вечером холодно. Здесь прямо в центре находится вот такая красивая церковь. Я не знаю, что это за церковь, но это православная церковь. Сербы, как и русские, православные. Поэтому я почти уверен, что это православная церковь. Хотя в Сербии мы видели и другие церкви, но конкретно это, скорее всего, православная. Да нет сомнений, что она православная. Вот здесь находится, как она называется, лавка... Церковная лавка? Да, церковная лавка, где можно купить разные ритуальные, памятные вещи, относящиеся к религии. Вот. А вот тут такая часовня. Какой красивый перекресток. Смотрите, там зеленые деревья. Там идет улочка вверх, поднимается. Здесь какая-то кафешка с южными растениями. А вот туда улица спускается. Как-то все очень красиво и эстетично. Мне очень нравится вот это место. Красиво. Мы нашли афишу фестиваля, только так и не поняли, где второй день концерта. Потому что вот там шестое мая написано. Не знаю, видно или не видно. Вот так. Шестое мая. Несколько рок-групп. Но я не вижу седьмое мая. Сегодня седьмое мая. Будет сегодня что-то или нет, я не понимаю. Ну, по идее, будет, раз мы видели Юля? Во-первых, они репетировали. Во-вторых, мы спросили ребят на площади. Они сказали, что начало в десять. Да. Значит, будет. Значит, что-то сегодня будет точно. Юля, что ты ешь? Горячий шоколад. Горячий шоколад? Угу. Вкусно? Да. А что сверху такое белое? Взбитые сливки. Угу. А у тебя-то что? У меня кофе со взбитыми сливками. Чёрный кофе и взбитые сливки. Ну, довольно вкусно. Мы гуляем в парке и здесь какие-то ребята играют в баскетбол. Не знаю, может быть, это какое-то соревнование или ещё что-то. Но прям там вот стоят болельщики, кричат «Да, давайте!» И здесь ребята играют. Такая прикольная атмосфера. Вообще, много очень движняка всякого в городе. Много всего происходит. Это очень здорово, да, Юль? Да. То есть истина. А здесь находится мемориальный парк 21 октября. Дело в том, что была такая очень трагическая история. 21 октября 1941 года здесь, в этом городе, было расстреляно 7000 человек. 7000 гражданских лиц были расстреляны немцами. Почему они были расстреляны? Потому что здесь был партизанский отряд. И этот партизанский отряд, он боролся против немецких захватчиков. И этот немецкий отряд убил 70 немецких солдат или офицеров. И за это немцы решили отомстить, провести карательную операцию. И убили 7000 человек. Детей. По-моему, 300 было детей. Или, ну, в общем, какое-то большое количество детей. Учителей из местной школы. В общем, да, такое очень трагическое событие. И вот в честь него здесь есть музей. И дальше есть памятник. Но мы, к сожалению, до него сегодня не доберемся. В общем, если будете в этом городе, то обязательно сюда загляните. Здесь с холма открывается очень красивый вид на часть города и на горы. Вольксваген, Рено, Пежо, Опель, БМВ, Лада, Фиат. А? Лада? А? Лада? Реально, Нива! Это одна из немногих российских машин, которые есть в Сербии. Это Нива. Да, та самая классическая Нива трехдверная. Мы ее называем Нива трехдверная. Потому что у нее раз дверь, два дверь и там три двери. Три двери. Поэтому она трехдверка или трехдверная Нива. Такая вот история. О, нет, кстати, друзья, зацените. Еще есть одна Лада. Вот это прикол. Это причем Лада Калина? Да? Это Лада Калина? Или нет? Нет, слушайте, я даже не знаю, что это такая за... Что это за версия, честно говоря. Это... Эта версия прошла явно мимо меня. Мы нашли здесь стройку. И не простую стройку. А эту стройку охраняет KGB. Почему KGB охраняет эту стройку? Да почему у KGB почта на Gmail? Очень, конечно, странно, странно. Есть у меня вопросы к этой стройке. Кафе Югославия. Качественно и дешево. Как в старые добрые времена. Вот так вот. Я не знаю, что это такое. Это какая-то рекламная машина. Она... Реклама-мобиль. Реклама-мобиль, да. Она здесь ездит и гоняет какую-то рекламу по кругу. Я не очень понимаю, что там за реклама. Но это выглядит очень забавно и, я бы сказал, странно. Интересно, она каждый день здесь ездит? Или... Или только в эти дни? Не знаю. А ещё интересный момент, что в Сербии очень много каких-то типа казино или... Как мы это в России, Юля, называем? Ставки на спорт. Да, ставки на спорт. То есть, букмекерская контора, да? Ну да. Так тоже называется. Дело в том, что в России это всё... Ну, я не знаю. Наверное, букмекерские конторы, может быть, и разрешены, но они... Они точно не популярны. Но казино у нас запрещены. И вот видеть вот такие вот... Посмотрите, там один... Одна контора букмекерская, здесь вторая. И вот, по-моему, там третья. Ну, короче, они здесь везде. Вообще, в Сербии их очень много. И это очень странно, да, Юля? Да, есть такое. Но мы в них не заходили ещё. Да, мы не заходили, но это прям... Это очень любопытно. Если ты азартный человек, то тебе в Сербию ехать опасно, наверное. Может затянуть. Ты можешь оставить здесь последние трусы. Будьте осторожны. Вот такое место. И здесь продаётся сербское... сербский фастфуд. И самое известное сербское фастфуд блюдо называется как, Юля? Плесковица. Плесковица. Да. Это, по сути, такая котлета в булке. По сути, это некий вариант гамбургера. Только плесковица может подаваться на тарелке с овощами или в виде гамбургера. Да. С хлебом, ну, в лепёшке иногда, с овощами, с зеленью, с соусом. Кстати, первый раз плесковицу я попробовала в Америке. Потому что у меня были там друзья с Балкан, которые меня отвели в место, где готовили плесковицу. Но мне там не понравилось. А здесь тебе нравится? Ну, в целом, скорее, да. Иногда очень вкусно, иногда нет. А почему иногда вкусно, иногда невкусно? Иногда очень жирно, тогда невкусно. Когда меньше жира, тогда вкуснее. Да, когда меньше жира, тогда вкуснее. В России, кстати, очень часто разные шаурмячные используют логотип Макдональдса перевёрнутый. Получается буква Ш и написано Шаверма. Ну, например, как вот на этой фотографии. Прикольно, что здесь тоже, по сути, бренд Макдональдса используется. Да, про то, что в Сербии есть и Макдональдсы. Да. Ну, в России тоже был Макдональдс и есть ещё сейчас Макдональдс, вроде. Или уже нет. Ну, на вокзалах где-то осталось, в аэропортах. Да, сейчас в России есть... В общем, осталось очень мало ресторанов Макдональдс. Вот. Да. Хорошо или это и плохо, не знаю, но это факт. Вот так вот выглядит плесковица. И... И вода. Вода. И туда можно положить разные ингредиенты, добавить разные ингредиенты и соусы. Вот. Такая вот вкусная штука. Ням-ням-ням. Юля, пробуй. Плесковица. Пробуй и расскажи, что ты думаешь. Насколько она жирная? Вкусная или нежирная? Вкусная или невкусная? Оцени эту плесковицу. Вкусно. Вкусно? Да, там овощи, мы взяли салат, помидоры, капусту. Это вкусно. Жирная или нежирная? Пока не поняла. Ну, наверное, жирная. Глава. Я считаю, что ты reluctant не знаю, а то не и всё. Но я поняла. Где-то не везем. Классно не знаешь, а то дай. Плассно не знает. Но я не думаю, что я не убираюсь. А так вот и все не остается. «Классно не забываю». «…поede» В общем, это было очень круто. У меня до сих пор уши ничего не слышат, я ничего не слышу, я оглох, очень громкая музыка была, басы просто были такие прям бум-бум-бум. Да, вообще, ну так классно было, такой классный концерт. Да, музыканты все очень-очень-очень профессиональные, не знаю, видно нас вообще хорошо или не хорошо. Ну что, давай встанем под фонарь. Будем стоять в свете фонарей и в свете фар от полицейских мигалок, вот. Короче, да, такой у нас будет бэкграунд, вот, типа полицейский. На фоне полиции будем записывать, Юля, с тобой видео. Короче, суперпрофессиональные команды, суперкруто играли, эмоции вообще прям, блин, зашкаливают. Не знаю даже, что сказать. Я немножко как будто охрип, хотя я вроде даже не подпевал, потому что я не знал... Мы не знали этих песен, все вокруг подпевали, это просто восхитительно. Просто все вокруг. Все вокруг знали все эти песни, все пели. Ну, это было удивительно. Я почувствовал себя вот, не знаю, 10 лет назад или там 15 лет назад, когда я суперактивно посещал все концерты, и ходил, и подпевал. Реально, такой флэшбэк в прошлое. Да-да-да-да, но это очень-очень-очень-очень-очень круто. Этот город просто поразил, и я прям не знаю, что еще сказать. Просто поразил. Мы не ожидали от города, мы, ну, ничего не знали. Мы не знали, что сегодня день города, мы просто решили, почему бы не съездить в новый город. Да, приехали, а тут такое. Короче, это было круто. Да, это было круто. Всем рок! На этом, друзья, мы заканчиваем этот влог. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было весело, и вы выучили несколько каких-то новых русских слов и выражений. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!